Добрый день, уважаемые друзья! Всем привет, здравствуйте! Наша сегодняшняя встреча будет посвящена началу сборки модели немецкого истребителя Messerschmitt BF-109, тропический вариант. Моделька 1 к 72, компания E-7, это украинская компания. С чего мы начнем? Во-первых, рассмотрим то, что у нас на схеме. Есть два литника, один основной и один маленький основной литник. И еще один вот такой маленький. На литниках номера деталек не указаны. Придется всем вместе искать детальки. Детальки разбросаны, немножко неудобно. Но будем смотреть. А значит, с чего вообще решили начинать сборку? Это с кабины. Что здесь есть? Детальки мелкие, в основном находятся на литнике A. И есть несколько деталечек вот на этом маленьком литнике. Сами детальки, они будут немножко разложены по разным сторонам литника. Вот эта вот основная деталька, на которую будет крепиться, это нижняя часть, она будет находиться вот здесь. Затем есть еще деталька, которая будет находиться вот здесь, вот эта сидушка. Есть передняя и задняя часть. Также есть переключение управления полетом. И также есть еще панель управления. Вот это сама две детальки панельного управления. Одна находится на литнике A, а другая находится на литнике B. Что я рекомендую и то, что будем делать, это то, что детальки, они сами очень мелкие. Вот, например, вот эта деталька, она нам понадобится. Она очень мелкая. Я предлагаю покрасить ее сразу. Это нижняя часть кабины. Здесь тоже можно ее покрасить сразу. Затем также вот есть еще одна часть детали, которая будет собираться с самого кресла. Я так думаю, что все эти детали можно будет покрасить на литниках. Вот здесь вот также будут детальки прозрачные. Их она... Вот здесь вот одна маленькая деталька, она будет использоваться на панели управления. Ну вот будем собирать, будем красить, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну вот, уважаемые друзья, основные детали, которые нам потребуются, мы с вами прокрасили. Значит, это... Использовались два цвета. Это зеленый и темно-серый цвет. Значит, деталька нижней части кабины. Это будет задняя часть. Это передняя часть панели управления. Здесь, значит, вот сидушка. Такая вот маленькая-маленькая часть. Это управление скоростью. Значит, еще вот такая вот маленькая деталь у нас на втором литнике. Вот эта, которая будет одеваться на панели управления. Значит, все мы посмотрели по схеме, что у нас здесь есть. У нас происходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь деталек. Конечно, деталькам нужно дать высохнуть. Было удобнее красить, как я уже сказала, на литнике. Да, теперь дать им немножко высохнуть и соединить для того, чтобы собрать саму кабину. Ну вот, уважаемые друзья, все наши детали основные готовы. Мы их будем теперь только склеивать. И увидим, что получилось, что за деталь. Ну вот, уважаемые друзья, мы закончили с вами сборку этой внутренней части кабины. Что у нас получилось? Вот таким вот образом после сборки. Ну, конечно, надо будет еще подкрашивать кое-где. Естественно, мы собрали с вами все детальки, которые необходимы были по схеме. Нижняя часть, сидение, рычаг вот это управление, потом передняя панелька. Здесь приборная панель и задняя часть. Ну вот, в принципе, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня вам всем. Удачи! Подписывайтесь на канал. Всем до встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok